На этой трассе не бывает пробок, да и вообще привычные правила движения здесь не работают. Это закрытый объект, Дмитровский полигон. Именно отсюда начинают свою историю в России практически все автомобили. И сейчас здесь на малагации новинка, которая появится в продаже лишь к середине лета. Ховер М4, китайский кроссовер малого класса. И мы одни из первых, кто может не только в деталях рассмотреть автомобиль, но и оценить его потребительские и эксплуатационные качества. Пожалуй, это первый китайский автомобиль, который не вызывает сильного чувства дежавю. Вообще, внешний дизайн весьма неплох. А короткие передние свесы вкупе с более чем 20-сантиметровым клиренсом и пластиковым объектом по всему кузову наталкивают на мысль, что полуторалитровый двигатель и монополит далеко не все, что предложит нашим автолюбителям Великая Стена. Кого-то, наверное, успели раздражить эти иероглифы. Не волнуйтесь понапрасну. Конечно, это еще не тот автомобиль, который будет продаваться в России. Лишь его китайский прародитель. И наследник, как утверждают в Гритволл, будет серьезно отличаться от этого первенца, который мы сегодня и тестируем. В первую очередь, речь идет о защите картера, дополнительной защите колесных арок, об огреве передних сидений и других настроек задней подвески. Первое, на что обращаешь внимание, это не на плотно собранную приборную панель, и даже не на вполне приличные материалы обивки, а на отсутствие резкого химического запаха, столь характерного для ранних моделей концерна. Сегодня Ховер пахнет обычным новым автомобилем. И вообще, на примере этого автомобиля очень заметно, как китайский автопром отказывается от столь любимых в Азии, но непонятных европейцам олиповатых решений в виде хромированных накладок в салоне по делу и без дела. Здесь, конечно, без них тоже не обошлось, но глаз этот блеск не режет, да и сама приборная панель смотрится вполне неплохо. Разметка тахометра мелковата, впрочем, здесь она второстепенна. Обороты двигателя неплохо считываются по звуку мотора. Скорость же выводится на крупный цифровой дисплей в самом центре приборной панели. Мультимедийная система с сенсорным цветным экраном. Помимо USB и AUX-фода, здесь есть поддержка CD-карт, на которые, судя по всему, можно будет записать не только музыку или кино, но и навигационный софт. Управление отопителем и кондиционером выведено на две двойные шайбы. Получилось достаточно стильно и мельчить с грудилками не пришлось. Вообще над дизайном этого ховера работали на совесть. Ведь в планах Гретвол продвинуть автомобиль не только на российский, но и на европейский рынок. Сидение из неплохой искусственной кожи с тканевыми вставками. Не только выглядит органично, но и вполне удобно. И вообще эргономика водительского места без явных огрехов. Разве что регулировка руля по вылету не помешала бы. Пассажиру среднего роста на заднем сидении вполне комфортно. Места достаточно и над головой, и перед коленями. Но, конечно, двум соседям здесь делать нечего. Места для багажа и мелкой поклажи пали жертвой комфорта пассажиров. Бардачок мелковат, в карманы дверей можно засунуть разве что журнал. Багажник на одну поездку в супермаркет. Конечно, при желании можно перевезти и кое-что покрупнее. Заднее сидение складывается в привычных пропорциях. 40 на 60. 99 сил, которые выдает полуторалитровый двигатель, по современным меркам, конечно, маловато. Но в этом есть свои плюсы. Налог на ковер М4 будет точно такой же, что и на большинство моделей Лада. Тем более, что в паре с пятиступенчатой механикой этот мотор разгоняет автомобиль достаточно резво. Однако, за излишнюю динамику приходится расплачиваться акустическим комфортом. И, по нашему мнению, дополнительная шумоизоляция этому китайскому кроссоверу явно не помешает. В продаже ховер М4 появится в середине лета. Стартовая цена новинки от 519 тысяч рублей. Наша версия стоит 528 тысяч. И от топовой комплектации отличается разве что отсутствием климат-контроля и люка. В том, что автомобиль, безусловно, найдет в России своего покупателя, можно не сомневаться. А если М4 со временем обзаведется еще автоматической трансмиссией и полным приводом, то вполне возможно и вырвется в бестселлеры. Алексей Матвеев, Дмитрий Конин, за рулем РФ.